Итак, сегодня у нас 4 августа, и мы с вами смотрим технические и универсальные сорта на нашем молодом винограднике. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами вращение винограда, понятно и доступно. А теперь пойдем на нашу экскурсию. Начнем наш обзор с пристенка. Здесь у нас более поздние технические сорта. Вот это мы видим, вот такие огромные грозди. Ребо, вот такие вот большие. Это одна гроздь, кстати. Вот это одна гроздь. Очень хорошая нагрузка. Ну и пруд они в этом году, в общем-то, все как ненормальные. Расстояние между кустами здесь почти 3 метра. Видим, сколько пасынков, огромная толстая лоза, все жирует, причем мы их не кормили. Как 3 года назад мы их посадили в какой-то старый компост, так больше никаких подкормок не давали. Тем не менее, вот здесь очень густо. И на самом деле есть в планах даже вторую плоскость какую-то сделать, потому что сдержать вот этот рост практически невозможно. Причем, смотрите, у репо урожая на пасынках. Пока оставляем уже, как начнется окрас. Тогда будем его убирать. А пока что в этом просто нет смысла, надо куст нагрузить. Вот такая здесь у нас висит красотища. Вот это вот гроздочки чуть поскромнее. Это мускат Монзони. Вот он в ту сторону идет. Вот это его гроздочки. Но вот это уже пошел к цитронному огорачу. Цитронный огорач был посажен позже. Третий год кусту чуть-чуть начинают ягодки размягчаться. Ничего не нормировали. Три грозди на побег. Вот такие вот крупные грозди, очень плотные. И вот такие вот красивые. Желтеет ягода. Вот, как я уже сказала, что чуть размягчается. Но пока что мы ее не трогаем. Это довольно поздний сорт. А у нас еще всего лишь начало августа. Ну и тоже рост сумасшедший. Дальше у нас идет Марселан. Здесь вот с теневой стороны. Лучше видно. Смотрите, что интересно. Первые грозди так вот были слабо опылившиеся. Вплоть до вот таких вот недогроздей. А дальше, смотрите. Вот это вот. И оно такое плотное. Это такая кукурузища. Не знаю, у меня все руки чешутся. Их прорезетесь. Вроде как бы трещать он не должен. Но дело в том, что здесь при стенах нет водосточки. Поэтому при обильном дожде здесь будет повышенная влажность. Поэтому как-то думаю, может что-то прорезеть. Но как в это влезть, я не знаю. Ну, вот здесь тоже самое. Да, вот такие вот недо. И вот такое вот страшнейшее, можно сказать, переопыление. Дальше вот здесь чуть повыше грозди кадарки. Вот это вот тоже грозди кадарки. Ну, кадарки тоже у меня всегда переопыление. И я уже немножко с гроздями поработала. Что кожица тонкая. Потом может быть треск. И вот такие вот овальные гроздочки. Свободные. Да, хоть у кого-то здесь свободные гроздочки. Это технический сорт легендов. У нас просто некоторые народные селекционеры любят называть свои формы теми же именами. Поэтому приходится пояснять, что это технический сорт молдавской селекции. Там или троминер, или гюрз троминер. Кто-то из этого в родителях. В прошлом году опылилось крайне плохо. Об этом даже мы не показывали. И я думаю, что в этом году мы будем смотреть как и что. Но хорошее опыление, несмотря на то, что во время цветения погодные условия были ночью, шли дожди, тем не менее. Вот все здесь хорошо. Вот такие классные гроздочки, которые не требуют никакой работы с собой. Ну, пока на этой шпалере все зеленое, что, в общем-то, вполне естественно. Вот эта красота. Это у нас ананасный. Он занимает примерно 6 метров. Ну, если считать на двух плоскостях. Вот такие крупные красивые гроздья. Очень хорошо опылился. Ну, у него с этим проблем нет. Начинает зреет лоза. Ну, ягода еще, конечно, зеленая. Впрочем, я думаю, что к концу августа она уже должна быть готова. Вот смотрите, как с этой стороны. Камера не всегда показывает. Нужный цвет, но видно, как ананасные гроздочки. Такие желтеют. И прям ягодка становится прозрачной. Вот с этой стороны ягода молочная. И зеленая. А вот здесь уже такая желтенькая. Вот это у нас гроздья черного доктора. Это его первое плодоношение. Черный доктор, который крымский. Пока что ягода еще не окрашивается. Это фронтиньяк. Вот он у нас красится вовсю. Говорит, что ему тут немножко не хватает микроэлементов. Ну, что поделать. К сожалению, вот так. Это у нас шардоне. Гроздочки небольшие. Кое-где даже до четырех на побег. Но у нас шардоне два куста рядышком. Вот этот он такой получше. Второй вот там немножко послабее. Достаточно хорошо растет. Он кое-что даже вон куда переросло. Это у нас каберне дорса. И уже начинает краситься ягода. Вот такая. Водийский черный. Так себе опылился. Четыре гроздья на побег он выдает. Две мы убрали до цветения. В принципе, наверное, и не надо было этого делать. Потому что опылился так себе. И вот тоже видно, что ягодки начинают краситься. Вот. Вторая плоскость для сравнения. По прошлогодним записям 15 августа он начал краситься. Что в этом году, наверное, созреет хорошо. Хотя в прошлом он тоже неплохо созрел. Вот такой красивый красень у нас здесь. Вот такие яркие, нарядные грозди. В прошлом году он у нас совсем слабо опылился. А в этом вполне даже неплохо рано красится. Конечно, это не показатель. Но я думаю, что должен и хорошо созреть. Вот это я показываю даже не самую крупную гроздочку. То есть для технического сорта размер ягоды вполне годный. Ну, в общем-то, ничего мы не нормировали. Вот сколько его тут есть, опять же, на двух плоскостях. А вот с той стороны. А вот с этой. Все оставили пока. Здесь у нас сафира. Опыление так себе. Впрочем, там на второй стороне есть и довольно неплохие гроздочки. А Альминский, вот с ним в этом году были некоторые проблемы. Нижние грозди вообще не опылились. Вообще. Ну, когда он цвел, шли дожди. Вот те грозди, которые цвели позже, вот они вполне себе и неплохо опылились. Но, к сожалению, их не так много. Вот такие вот получились кое-где растрепы. Мы видим, что начинает краситься. А вот, кстати, смотрите, сафира. Вот какие есть грозди, да? Тоже вот одна страна редко, а у другой вообще кукуруза. А здесь у нас совсем синие грозди. Хасанские бусы. И вот туда они пошли. А между ними прививки пиногрей и пеноблан. Вот такие хорошенькие гроздочки. Сейчас не разберу, кто где. Но что это надо смотреть. Бирки. А вот это вот красивая крупная гроздочка. Это гроздочка Сан-Джавезе. Но она здесь не одна. Тоже это прививки. Вот. А вот. И вот там еще дальше. Тоже у нас Сан-Джавезе. Посмотрим, как он у нас будет зреть. Ронда. Яркая, синяя, крупная, много. Вот такая вот красота. Еще шлист не убирали. Если убрать лист, то здесь прям будет красота-прекрасота. Перешла на другую сторону. Но все равно лист скрывает еще немножко рановато. Осветляет грозди. Еще чуть-чуть подождем. Потом откроем всю эту красоту. Но очень активно он у нас окрашивается. И, конечно, урожайность тут такая многообещающая. Ну вот, чтобы не быть голословной, я просто чуть-чуть, чуть-чуть вот так вот растяну. Вот это все у нас ронда. Здесь же рядышком, среди листиков, у нас пино-нуар. Клон ранний. Но вот ранний клон пока что у нас еще не окрашивается. Вот он. Смотрите, гроздочки такие небольшенькие. Вот такой у нас пино-нуар. Вот это у нас окрашены гроздочки Севара. Тоже в этом году гроздь такие небольшенькие. Ну, тут и кустик небольшенький. Чего-то ему тут немножко не хватает. Он хлорозит. Рядышком Дармфельдер. Тоже в этом году гроздь небольшие. В прошлом году как-то он был повеселее. Очень сильно рослый. Ну, кстати, вот вторая сторона, да. И вот начинает ягода окрашиваться. Но рядышком синие гроздочки. Вот эти вот. Это околон. Ну, это уже и на одном, и на втором. Достаточно активно идут процессы созревания лозы. Вот эта красота. Это Виллиант. Еще не весь, не полностью окрасился. Вот есть вот под листиком светлые гроздочки. Посмотрим. Еще чуть-чуть подождем. Может мы даже сделаем здесь так называемый зеленый сбор. И вот эти совсем зеленые гроздочки уберем. Так смотрится, конечно, очень красиво и очень эффектно. Опять же, вот это все на двух плоскостях. Симоне, он был посажен позже, чем основные кусты. Поэтому пока слабенький. Пока урожай тоже небольшой. Ну, такой уже почти полностью окрашенный. Здесь первый небольшой урожайчик адальмийный. Тоже она была посажена позже. Вот это моя большая любовь. Это Пинануар клон урожайный. Ну, мало того, что он урожайный, он еще и ранний. Я вам показала, да, ранний. Там ягода еще совсем зеленая. А здесь уже вовсю идет окрашивание. Да, и грозди размера другого. И по количеству здесь гроздей больше. Хотя они вместе были посажены. Сидят в одном ряду. Но, конечно, есть нюансы. Вот тот, который я показывала предыдущим. Там с южной стороны немножко стоит край соседского сарая. И, кроме того, там нет водосточки. Он стоит прямо по границе. И, возможно, избыточная влажность. Она там тоже немножечко влияет. Но вот этот вот прям и растет он к кусту очень сильно и очень мощно. И уже тоже есть признаки созревания лозы. Зигиребы. Активно красятся. Очень красиво. Плотные гроздей. Будет еще отдельный ролик, где я покажу уже на дачу все вместе. И столовые, и технические сорта. Вот посмотрим, как зигиребы там. Конечно, разница между съемкой будет пару дней. Но все-таки кустик здесь совсем молоденький. Но вот такие выдает хорошие, красивые грозди. Ну, а рядом висит кристалл. Вон гроздочки кристалла с другой стороны. Ну, там тоже видно. Да, вот там гроздочка зигиребы. У нас смещенная зона плодоношения кристалла. Во все начинает размягчаться ягода. И уже приобретает такой желтоватый белесый оттенок. Ну, вот кристалл на втором кусте. Они тут сидят друг напротив друга. Но здесь как-то гроздочки поскромнее. Вот это у нас красивые гроздочки. Это Олег Диамант. Ну, еще пока ягода зеленая. Впрочем, ей пока что и рано. Вот это тоже все Олег. В памяти Домковской. Смотрите, как хорошо зреет лоза. Да, уже даже частично вызрела. Ну, гроздочка небольшая, ягодка небольшая. Неплохо уже окрасилась. Дальше будем смотреть. Вот это она же в другую сторону. Бриана. Такие вот небольшие гроздочки. Желтеющая лоза. Ягодка тоже желтеет. Но еще на самом деле совсем тверденькая. Ну, и рост у Брианы такой очень средненький. Вот это у нас дублянский. Так хорошо цвел. Так вроде бы на нем всего было много. И даже мне казалось, что опылился он неплохо. Но по факту как-то не очень. Он, конечно, очень ранний. Он рано созревает. Уже он хорошо зреет лоза. Но урожайность пока абсолютно не радует. При том, что я говорю, у меня были на него большие надежды. И как-то после цветения тут было все веселее. На дублянске вовсе размягчается ягода. Тоже она уже такой желтенький цвет приобретает. Но вот как-то пока урожайность. К ней вопрос. Вот сигналочки гранатового магарача. Кстати, очень давно она еще красится. Вообще одним из первых. На нашем участке. Ну, видите, вот оно, это окрашивание и притормозилось. То есть, примерно вот в такой стадии. Такой грязной ягоды пока что не находятся. Тоже мы его позже садили. В предыдущем кустам четвертый год. Этому третий. Вот такие вот сигналочки. Вот смотрите, будут сигналочки одесского черного. Как-то я думала, тут совсем будут маленькие гроздочки. Они не такие уже и маленькие. Смотрите, как он уже ярко и хорошо окрашен. И еще вот такие очень скромненькие, очень маленькие гроздочки. Это туран, который Адрия. Который есть сигналный туран. Вот сигналочки будут. Мы его посмотрим. Ну, видите, что некоторые прям очень хорошо окрашены. Подводя итог нашей прогулки, ожидаем все-таки ранний сезон. И я думаю, что вот такие сорта, как зигиреба, как ананас, наверное, к концу месяца, они уже будут готовы. И мы их будем срезать. Но посмотрим. Это все пока что планы. А что и как будет, посмотрим. Потому что погода непредсказуемая. Если будут, например, идти сильные дожди, то придется ягоду держать, чтобы она немножечко набирала все-таки свои параметры. Обо всем буду вам рассказывать. И на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление его будет к концу августа. И практически все, что вы сегодня увидели, будет в саженцах. Также будут указаны наши контакты. И до новых встреч!